Добрый вечер друзья, пришла на место стоянки хочу вам показать мое минимальное снаряжение на поход на два дня. Такое что удобно, комфортно с ним ходить. Это коврик на котором я буду спать пока не высяду, чтобы развести сейчас костер, а то комары. Вот здесь у меня в банане фотоаппарат, компас, спички, ремнобор минимальный, там еще одни спички и расческа. Сейчас я быстро костер разведу, а то меня замучают кумары. Рюкзак у меня весит сейчас четыре с половиной килограмма, потому что в нем книжка килограмм. Это я в дороге читала. Так в принципе можно три с половиной сделать снаряжение. Я не считала вес камеры и фотоаппарат, они у меня обычно на поясе, но фотоаппарат у меня совсем легенький, граммов 150 наверное. Ну камера, камеру я тоже не считаю. Вот, а само снаряжение, вот рюкзак, если без книжки толстой, три с половиной килограмма. Воду я тоже не брала, потому что рассчитывала, что скоро приду на место стоянки и кипячу чаек. Итак, что у меня в рюкзаке? Это набор котелков. Кружка и котелок в чехле. Но здесь еще сахара немножко граммов, граммов. Меньше ста. Чай. Кофе. Ложку, а маленькую беру чайную. Вот здесь я взяла витамин, есть. Ну здесь где-то 250 граммов, кислый витамин из облепихи. Кружка и котелок. Кружка сделана из обычной кружки, металлической, и приделана душка из велосипедной спицы. Из консервной банки. Маленький котелочек, он весит граммов 50, то есть даже легче кружки. Алюминиевая душка приделанная. В карманах. Подсолнечное масло, кашу буду есть, масло подсолнечное. Ну тут немножко. Пустая бутылка воды набирать. Килограмм книжки не считаем, я ее убираю. Ну я для нее пакетик взяла сюда. Если что. Вот так обычно я не беру свою книжку тяжелую, если серьезный поход или марш-засок. Это еда. Ну здесь чуть меньше килограмма, наверное, но я взяла, чтобы так нормально кушать. Здесь у меня хлеба три куска. Сыра много. Гречка на вечер. Ну граммов 30-80. И кашу 5 злаков. Это на завтрак. Ее не надо варить. Ну в принципе можно процепетить, чтобы мягче была. И соль в спиччатом коробочке немножко. Так. Это баранки и сухари остатки немножко. Орешки. А, масло сливочное немножко. В общем-то вся еда это хватит на два дня нормально. Ну я считаю вечер, утро. Ну и перекусы. Чай с баранками. Дальше что в рюкзаке. Фонарик. Пецель. Не самый легкий, но какой есть. Тент полиэтиленовый. 250 граммов. Я потом покажу, как он стоит. Ну это косынка от самца. Из вещей у меня вот помимо того, что на себе, это презентовая штаны и штормовка. И футболка. У меня еще вот такая шерстяночка. Ну сейчас тепло. Это вот спать мне. И запасные носки даже не беру. И бандана на голову. Дальше. Ну вот такая сидушка большая. Еще я ее под себя подстилаю. Когда сплю под поясницей и коленей. Ну под поясницей. А сам коррик, на котором я сплю, ну он граммов 180 наверное весит. Это обычный такой тоненький. С одной стороны фольгированный, с другой стороны нет. Ну строительная пенка такая бывает. Вот я давно уже пользуюсь. Я беру на марш-бросок. Компактно складывается и все помещается в общем-то в маленьком бюджаке. Дальше. Ну собственно вот и... А, ножик. Ножик конечно без ножика никак. Самый маленький вообще вот тут вот. Срезать колышек, чтобы повесить котелочек. И что-то порезать. Палатка. 250 где-то граммов. Такая полноценная палаточка из органзы. Окошки, чтобы провесывать. И спальник. Ну спальник у меня пуховый. Граммов по 700 он весит. Вот и все. Коконом. И легкий рюкзак. А, здесь у меня еще в карманах. В карманах у меня... Ну, телефон все-таки я взяла. Хотя на марш-бросок наберу. А, булочку, булочку купила по дороге. Карты. Деньги. Все. Сам рюкзак вот эта компания из плавка пускает. Очень легкий. В них всем... Ну, многие на марш-бросок московский бегают. То есть на туристические соревнования, которые состоят из ориентирования двухдневного. И с обязательной ночевкой. То есть надо дистанцию бежать со снаряжением, с которым ты будешь ночевать. Ну и кушать что-то на дистанции. Поэтому... И получается в сумме... Вот сейчас получилось на московском марш-броске, который проходил вот неделю назад. Где-то 120 километров получилось. То есть первый день там получается где-то 80 километров, а второй день 40. Ну и по бездорожью, по грязи бывает. Поэтому все облегчаются. И вот такие рюкзаки, конечно, используют. Компания сплав делает. Но я его немножко апгрейдила. Сделала дополнительное закрепление. Ну, у него нет клапана. Как бы единственный минус. Но он легкий. Просто на молнии закрывается. Два кармана. И вот здесь поясные карманы удобные. Он весит, ну, что-то граммов 300, может быть. Я не помню. Лёгкий. И к спине у него пенка. Тоненькая пеночка. Которую, в принципе, я тоже использую, когда сплю. Подкладываю её под себя. Вот, в общем-то... Не знаю, как вы видели за дымом. Извините, если плохо. Надеюсь, комары бы мне не дали жить. Вот всё снаряжение. Вполне комфортно. Можно прожить два дня. Что я собираюсь делать. Ну, вот так выглядит моя палаточка. Она невысокая. Где-то, наверное, в конте сантиметров 70 максимум. Вон, здесь вот окошечко из органзы. Это такой тюль. Самый дешёвый. Тоненький. Продается в магазине. Вход тугусом. Спальник. И вот в торце, в ногах, палатка сужается к ногам. Она такая треугольная. И там тоже окошечко. Для проветривания. Вот я его закрыла, потому что ночью было холодно. Там сеточка. Вот так. Ну, а сверху обычный полиэтиленовый тент. Тоже, который к ногам сужается. То есть, он в развернутом виде. Он не прямоугольник. Вот такая вот сечённая трапеция, в общем. Когда холодно, я борта тента прижимаю. До самой земли очень чуть прохладно было. Просто плёвнышко можно прижимать. А можно растягивать так, что оставлять большой промежуток, когда жарко, между палаткой и тентом. Ну, он здесь уже рвётся. На самом деле, этот тент у меня служит уже, не помню, сколько лет. А так, главное пришивать крупными стежками. Чтобы не прорывала ткань. Ну, и прежде чем шить, лучше дублировать, конечно же, скотчем. Вот, на уголках тоже самое. Тоненькая узенькая капроновая стропочка. Пришита широким стежком. Так, чтобы лишних проколов не было. Легко ремонтируется. В случае чего, можно... Можно, как-то у меня здесь просто подложила туда маленькую шишечку или камешек. И снова завязывается. И тогда это крепление держит. Вот такой простой у меня тент. Ничего сложного. Вот такая у меня палаточка, невысокая. Она сделана из капрона. Ну, почти парашютного. Примерно 40 грамм на метр. И самый тонкий полиэтилен. Ну, наверное, не самый тонкий. Где-то 40 микрон, наверное. Полщина. Ну, легенький. То есть тент и палатка весит по где-то 230-250 граммов. То есть комплект полкило. Не больше. Проще всего такую палатку, конечно, дотягивать между деревьями. Но я всегда выбираю еще, чтобы место было достаточно ровное, сухое. Ну, и, в принципе, можно вот небольшой колышек поставить. Это тоже не сложно. Вот пару оттяжечек. Одна от тента, другая от палатки. Ну, залезать иногда приходится туда ногами вперед. Потому что в палатке особо не развернешься.